В Дагестане март это почти лето. Зеленая трава на обочинах и солнце над вершинами гор. Первое, что видно из окна служебной машины. Маршрут следования из аэропорта Махачкалы в город Хасавюрт. Тот самый, который стал известен всей Вологодщине чуть больше месяца назад. Это место, где несут службу наши сотрудники сводного отряда полиции в городе Хасавюрте. Непосредственно тот пост, где погибли наши сотрудники. 14 февраля. В ночь на 14 февраля Сергей Солодягин, Александр Онькин и Денис Дмитриев на этом самом посту остановили автомобиль, начиненный взрывчаткой. Во время досмотра водитель-смертник привел бомбу в действие. Все трое вологжан погибли на месте. Сейчас в память о них портреты в траурных рамках и памятник у вечного огня. После трагедии домой вернулись только семь человек. Те, кто был в одной смене с погибшими ребятами. Остальные остались в Дагестане. В городе Хасавюрте 16 января. Срок командирования 6 месяцев. То есть пробудут они, будут нести службу до середины июля. Заместитель начальника Вологодского МВД Виталий Розанов был в Хасавюрте неделю назад. Рассказывает, сейчас там остаются 38 вологжан. Задачи отряда остались прежними – досмотр машин и проверка документов. За два месяца вологжане проверили примерно 9 тысяч автомобилей. Около 30 из них оказались с поддельными номерами и документами. А буквально неделю назад здесь задержали вооруженных местных жителей. 16 марта остановил для проверки автомашину «Мерседес». В дальнейшем осматривал машину. При осмотре машины под пассажирским передним сидением был обнаружен пистолет Макарова. Каждая смена на посту длится 12 часов. Остальное время бойцы находятся в расположении отряда под охраной. Кроме несения службы, в расписании есть учебная подготовка, спортивные занятия, связь с родными по телефону и скайпу. Тактика – специальная подготовка, да? Можно мавить рукой? Можно, можно. И хоть на камеру о своих делах рассказывают неохотно, но за кадром передают приветы сослуживцам и ждут скорого возвращения домой. В Дагестане вологодским полицейским осталось пробыть еще три с половиной месяца. Людмила Малинина, Игорь Трифонов. Новости Вологды. При поддержке пресс-службы МВД по Вологодской области. Продолжение следует...